Здравствуйте, дорогие наши зрители! Меня зовут Максим, я специалист по озеленению компания Альтфлора. Среди всего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми деревьями есть одно, которому большинство садоводов почему-то уделяют очень мало внимания. Мероприятие это называется зачистка коры. На самом деле такое мероприятие, как зачистка коры, позволяет решить сразу несколько важных задач. Прежде всего зачистка коры, особенно на таких старых деревьях, где она уже начала отслаиваться, появились вот какие-то такие легко снимаемые даже рукой кусочки, позволяют улучшить внешний вид дерева. Кроме того, с помощью зачистки коры можно избавиться от мухов и лишайников. Про них я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, смотрите ссылку ниже. Далее. Благодаря зачистке коры можно подготовить дерево к побелке и потом уже белить по гладкой коре. За счет этого можно, соответственно, и побелку сэкономить и провести эти мероприятия будет гораздо легче. На дереве, у которого зачищена кора. Помимо прочего, когда мы зачищаем кору, мы убираем какие-то полости на ней, в которых могут поселиться вредители, отложить свои какие-то яйца, личинки и там же могут у нас зимовать до поры до времени споры грибов, являющихся возбудителями опасных заболеваний растения. Ну и последнее, что я бы хотел отметить о пользе зачистки коры. Когда мы зачищаем кору, мы можем внимательно осмотреть все дерево в этом процессе и заметить какие-то ранки, повреждения, ну и, соответственно, позднее их залечить каким-то образом, заделать, продезинфицировать. Теперь несколько слов о том, каким инструментом можно зачистить кору на дереве. Ну, если у вас вот такое вот старое уже запущенное дерево с большим количеством отваливающихся кусочков коры старой, то для его зачистки можно воспользоваться либо вот такой вот металлической щеткой, либо, если кора уж совсем грубая, то можно обратной стороной пилы, например, садовой, вот так вот аккуратненько это все чистить. Ну, сейчас у меня пилы и садовой нет, вот поэтому продемонстрирую, что можно вот так, в принципе, любой плоской поверхностью, даже вот обратной стороной этой щетки. Ну, а потом, когда вы вот основные такие элементы исчистите, уже пройтись, например, вот такой металлической щеткой. Эту щетку можно купить в любом магазине строительном. Она используется для зачистки металла в основном. Вот сейчас продемонстрирую немного, как мы зачищаем с помощью щетки кору на этом дереве. Многие опасаются пользоваться металлической щеткой, считают, что она может повредить кору, но на самом деле вы счищаете уже отмершие части коры. И даже если наносите каким-то свежим, нижележащим слоям живой коры микроскопические повреждения, ничего страшного в этом нет, кора только от этого будет обновляться и омолаживаться. Процедура, по сути, напоминает пилинг лица или других частей тела. Для более молодых каких-то частей дерева и для более молодых вообще растений, для тонких веток можно воспользоваться каким-то другим инструментом. Наиболее грубым из них, пожалуй, будет шпатель. Но лучше использовать не металлический шпатель, а какой-то специальный резиновый или пластиковый шпатель, чтобы все-таки не нанести лишних повреждений коре. Ну а что касается тоненьких веточек, то их можно зачистить с помощью каких-то жестких ворсистых тряпочек или есть даже специальные перчатки такие. И вот пройдясь ими по коре дерева, вы сможете счистить мхи, лишайники, ну и избавиться от старой коры и наростов. Часто, когда рассказываю о зачистке коры, слышу от клиентов вопрос о том, ну а до какой высоты, собственно говоря, нужно зачищать стволы и нижние ветки дерева. Ну, на самом деле никаких здесь особых стандартов нет. Я обычно зачищаю до высоты, до которой мне удобно дотянуться. Ну, то есть это где-то 2-2,5 метра. Вы можете зачищать и только, например, самую нижнюю часть ствола. Ну, чем больше зачистите, тем красивее будет дерево после этой процедуры. Отмечу еще один такой важный момент. Сухую кору зачищать сложнее, чем сырую, поэтому если перед зачисткой прошел какой-то дождь, и кора еще мокренькая, то зачистить ее будет гораздо проще. Теперь о том, как часто нужно зачищать кору на деревьях и когда вообще это рекомендуется делать. Делать, в принципе, можно в любое время, пожалуй, кроме зимы, когда просто часть ствола находится под снегом, и вам неудобно будет ее зачищать. Но обычно это мероприятие проводят весной или осенью, совмещая его с той же обрезкой плодовых деревьев. Что касается того, как часто это надо делать, то я рекомендую проводить зачистку коры примерно раз в 2-3 года. И в таком случае ваши деревья всегда будут находиться в хорошем состоянии, в красивом виде. На этом, пожалуй, все. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok